Ты что, собираешься это выложить? Ну да То есть без обработки? Вот эти свои стандартные фильтрики наложишь, рамочку И просто выложишь в инстаграм? Ну да, так все делают То есть ты не хочешь, чтобы бургер выглядел аппетитно? Чтобы о слюнке текли? Не-не-не, я ничего не хочу, я просто хочу сфоткать и выложить, все Нет, так дело не пойдет Только не опять, пожалуйста Продолжение следует... Мы готовы приступать и начнем с того, что я расскажу Как мы будем снимать и что у нас сегодня за сетап Мы повесили черную тряпку на стену фон Одна вспышка подсвечивает бургер сзади Одна с портретной тарелкой Отражатель И черный глянцевый фон, который даст клевое отражение Я готов сделать первый кадр с бургером, который мы купили в Макдональдсе И положили вот так, как есть, без всякой предварительной подготовки Вот он кадр, выглядит уже лучше, но я все равно недоволен Он мне не нравится, он выглядит невкусно Ингредиенты вываливаются Булка вся рваная, салат не очень вкусный Будем стараться сделать так, как на упаковке или в рекламе А теперь сравним наш кадр Вместе с тем, что нарисовано на упаковке Мы постараемся приблизиться к тому, что есть на упаковке И сделать максимально круто Короче, я пытаюсь надеть перчатки, чтобы быть как чувак из Black Star Burgers Это уже третья перчатка Короче, вот, одеть не получилось Будем по-стариночке, руками Все мы с того, что выберем лучшую бурку из тех, что нам удалось купить в Макдональдсе Я нашел основную булку, нижнюю часть, с нее и начнем выкладывать Вот это неплохая сторона Теперь мы выбираем лучшую котлету Вот мы выбрали котлетку И тут мы сталкиваемся с первой проблемой Котлета несколько меньше, чем булка Сейчас я вам покажу первый супер лайфхак Очень классно, когда края котлетки немного выпирают из булки Поэтому сейчас мы чуть-чуть надрезали саму котлету и раздвинули ее Теперь главная штука, без которой не обойдется ни одна серьезная съемка Главный секрет фуд-стилистов на зубочистке Смотрим, что получилось Так, настало время сыра Мы купили сыр хохлом Сейчас выберем один из кусочков И аккуратненько его положим на мясо Так, дальше у нас идут помидорки Делаем то же самое, что с булкой Так, вот у нас уже начинает складываться наш бутерброд Дальше у нас по рецепту идет еще лучок и зеленушка Тут главное еще не перета Потому что никто не хочет есть одну зелень Мы же не вегетарианцы Ну что, зелень пока вроде норм Нам не хватает лук и огурцы Будьте осторожны, когда будете смотреть это Не заплачьте Красавец огурец, вы посмотрите Промокнем в салфетке Блин, как вкусно пахнет У меня от слюнки потекли Раз, два Чего нам осталось-то? Соусы и финальная булочка Так, сейчас мы смотрим, что все симметрично Делаем контрольный кадрик То он у нас лежит немножко неровный За счет этого получается Что он как бы к нам вот так развернут Мы сейчас сзади подложим что-нибудь Чтобы булочка сильнее прилегала Колпачок от зубочистки идеально Так мы подобрались к третьему секрету Фуд стилистов Лепи из говна и павок Нам не хватает соусов Соусов у нас сегодня будет два Кетчуп и горчица Добавляем кетчуп Супер аккуратно Попробуем сделать кадр Сейчас мы взяли немножко масла И нужно оживить мясо Потому что оно, конечно, естественно высохло Потому что мы уже несколько часов назад купили Так, чуть-чуть совсем капельку Помидорчик Фотография почти готова Осталось отправить ее на рету Чтобы почистить от мелких царапин Пыли И уже через несколько часов Мы увидим готовый результат Ну что, Андрюх, принимай работу Ого, круто получилось вообще Только если ты не забыл Я хотел просто сделать фотографию на айфон И все Да? Да А, ну, если на айфон То это уже тема для другого ролика Какого ролика? Собирайся Привет, сынки СММщики и блогеры говорят Что нужно что-то спрашивать В конце ролика Чтобы поднимать активность Я с этим не согласен Напиши в комментариях Что на этот счет думаешь ты И не забудь подписаться на канал Чтобы не пропускать новые выпуски Субтитры сделал DimaTorzok